здравствуйте с вами компания дом в дорогу меня зовут константин сегодня 10 июля 2020 года эпидемия коронавируса в самом разгаре я говорился курортный сезон в самом разгаре температура 35 градусов 100 километрах от нас находится море я кстати вчера там был что я увидел люди на пляже лежат друг на друге там где хоть какая-то средненькая концентрация отелей подойти к воде практически невозможно место занять вот на пляже чтобы просто позагорать это вы знаете ну минут 15-20 нужно потратить чтобы переступая через всех вот этих вот отдыхающих найти водку какой-то кусочек кусочек там два квадратных метра чтобы позагорать в общем ужас да но проехав буквально каких-то 3-4 километра подальше от гостиниц мы находим места где можно стать вот с таким автодомом и вокруг никого только вы и море вот такой вот парадокс и буквально сегодня мне позвонил человек и очень сильно меня поблагодарил что мы ему продали прицеп очень сильно поблагодарил пандемию коронавируса что открыла ему глаза на такой великолепный отдых да где можно на черном море отдыхать лучше чем на мальдивах лучше чем в турции лучше чем на кипре в тысячу раз но для того чтобы ловить кайф нужно уметь и знать как этой штукой пользоваться и сейчас будет видео обзор посвященный в воде дело в том что самые лучшие места для отдыха с автодомами находятся в тех местах где нет инфраструктуры конечно можно найти какой-нибудь там кемпинг где собираются владельцы прицепов стоимостью там по 100 тысяч рублей с которых труха сыпется да у которых нет ни отопления ни воды ни баков ничего они там по 2000 в этому барыги владельцу этого кемпинга платят этот кемпинг и кемпингом-то назвать сложно там сплошная антисанитария там владимирский централ рио до двух часов ночи но мы сейчас не об этом значит в россии хорошее место кемпингом не назовут в россии есть площадки для отдыха где отсутствует инфра так называемая инфраструктура но присутствует живописное место пляж вода и в этом месте как правило мало народу это морское рыбачье для примера я вам называю это такие места как евпатория то есть место за евпаторией тарханкут и так далее но сейчас я вам расскажу о том как прицеп заправлять прицеп или автодом заправлять водой и сливать вот ту воду которая нам уже не нужна для того чтобы стоять в автономном режиме нужно три составляющие это электричество газ и вода электричество у нас всегда в избытке потому что если это у нас американский автодом то внутри генератор нажали на кнопочку он заработал тихо никого не мешает у нас всегда есть 220 вольт причем хорошие 220 вольт такие же как у нас дома если у нас европейский прицеп и он оборудован солнечными батареями то у нас также есть всегда электричество те же 220 вольт а если вам нам нужен утюг там погладить что-то или включить мощный кондиционер мы ставим рядышком генератор который не очень громко работает и также у нас есть электроэнергия поэтому с электроэнергии в местах отдыха караванеров живописных площадках там где никого нет все в порядке с газом тоже все в порядке значит одного газового баллона летом хватает на все лето потому что для чего нам нужен газ для того чтобы еду сготовить и для холодильника все отопление нам летом не нужно поэтому с газом проблем нет а вот с водой зачастую бывают проблемы и в американских автодомах европейских прицепах есть две системы водоснабжения они отличаются немножко друг от друга и сейчас я на примере американского автодома и немецкого прицепа расскажу об отличиях системы водоснабжения и так система водоснабжения автодомов и прицепов поехали рассмотрим ситуацию мы на автодоме флитвуд 35r хотим заехать на живописную площадку так это назовем да или назовем это пляжем диким или живописной площадкой отдыха в общем мы хотим классно отдохнуть две недели так чтобы вокруг никого только вы море но может быть там два три караванера где-то там далеко с которыми вы будете вечером пиво пить вот значит перед тем как заезжать мы должны подготовиться значит скорее всего когда вы ехали из москвы из какого-то другого региона на этом автодоме в крым вы полностью заполнили бак серой воды серая вода это та вода которой мы мыли руки купались это серая вода это просто ну чуть-чуть мыльная и вот этот вот бак серой воды у нас полностью заполнен второе бак черной воды это фекалии фекалии правда это то что это на наши там отходы естественных надобностей это частица вас самих скажем так да вот и эту это называется черная вода ее нужно куда-то слить конечно же она вся обработана хими она не воняет у нее нет неприятного цвета в общем короче говоря обычная зеленая жидкость от которой нужно избавиться это называется черная вода и этот бак у нас тоже полный и так называемая флеш вода это питьевая вода значит в емкость этого бака в этом автодоме 140 литров это флеш воды питьевой водой кстати серой воды тоже 140 литров и черной воды тоже 140 литров то есть три бака по 140 литров и вот это вот флеш вода питьевая нужная для нас вода бак пустой и наша задача перед тем как заехать в кемпинг слить серую воду слить черную воду и залить флеш воду и вот сейчас мы будем этим заниматься я буду вам показывать как все это делается кстати сколько у нас воды в баках можно посмотреть не только на табло жидкокристаллического индикатора в автодоме но и на айфоне потому что компьютер автодома соединен с компьютером соединен с вашим айфоном и вот по вот этим вот иконкам видно сколько какой воды у нас находится в автодоме прежде чем заливать флеш воду питьевую воду да давайте избавимся от черной воды и от серой воды пошли сливать серую воду это самое легкое я вам покажу где сливается синяя и серая и черная вода значит вот а с этой трубы у нас идет черная вода а с этой трубы у нас идет серая вода это черная вода это наши отходы жизнедеятельности то что что мы скажем так ходим в туалет да значит естественно это вода разбавлена химией синий или зеленой значит если химия зеленая значит можно сливать там на в канаву или на травку зеленую ничего окружающей среде не будет специальная химия если химия синяя то только в септик и серая вода и вот значит сюда подключается гофрированный шланг специальный который выводится в септик или какую-то канаву вот и как не когда вы открываете на себя тяните скажем так вот этот рычаг открывается клапан и выливается через гофрированный шланг вся черная вода ну а соответственно этот шланг выливается через гофрированный шланг вся серая вода ну черная вода это штука такая строгая ее нельзя сливать где попало все-таки продукты жизнедеятельности человека они не такие приятные да даже если они с химией всегда их нужно сливать какие-то канализации в септике или в какие-то и какие-то другие места но бак здесь черной воды 140 литров поэтому ну представьте вот 140 литров это вы можете две недели в кемпинге спокойно отдыхать вот а бак серой воды тоже 140 литров и вот я вам сейчас расскажу один секрет значит дело в том что серая вода она не такая уж и грязная например в прицепах в баках серой воды вообще нет они вообще отсутствуют и чтобы не накапливать серую воду а потом мучиться куда ее деть вы немножечко приоткрываете клапан серой воды и вот таким образом оставляйте поэтому если вы искупались серая вода тонкой стройкой будет сливаться под ваш автодом вот и никакого вреда там экологии пляжу она приносить не будет ну допустим если вы на песчаном пляже стоите то она мгновенно вся в песок сливается и ну это как будто дождик прошел то есть в этом деле ничего страшного нет а вот этот вот вот эту воду обязательно нужно сливать только в определенные места но чтобы вам хватило вот этого бака черной воды на все пребывание в кемпинге допустим на две недели нужно перед тем как вы заезжаете в кемпинг обязательно его слить обязательно иначе в самый разгар отдыха у вас заполнится вода и вам нужно будет куда-то там выезжать и что-то там искать и так далее и так мы слили два бака серой и черной воды и теперь нам нужно залить теперь нам нужно залить обычную питьевую воду бак у нас пустой значит как мы это делаем берем вот эту вот катушку вот и сейчас я вам покажу заливные отверстия куда заливается куда заливается вот так называемая flash питьевая вода значит вот мы видим три заливных отверстия два отверстия с желтыми коннекторами и одно одна простая горловина вот как будто вот как бензин заливают вот обычная горловина значит чем они отличаются друг от друга вот давайте сейчас по мере после вот последовательность как должна идти при обслуживании автодома в плане водоснабжения и так мы сейчас слили серую воду мы сейчас слили черную воду магистраль черной воды у нас у нас грязная да то есть вот этот вот гофрированный шланг который идет куда-то в септик у нас грязный весь воняет химией до дальше внутри вот этот вот бак тоже там какие-то может быть остались в углах такие неприятные вещи которые будут болтаться туда-сюда в общем не очень хорошо и вот для этого придуман так называемый санте флэш да это очиститель сантехнической водой вот этого бака черной воды вот так вот правильно да и давайте сейчас я вам покажу как это дело промывается для этого нужно вот тот желтый кран подсоединить к обычной городской воде так вот мы подводим вот этот вот наш шланг наш шланг к к воде да так затем мы берем вот этот короткий шланг который обязательно с катушкой должен быть и подсоединяем и соединяем вот с этим вот очистителем да а теперь самое интересное теперь вот мы заехали в такое вот место где у нас один из четырех вариантов резьбовых соединений а стандартный коннектор так называемая мама мама вот так не подходит не подходит не подходит не подходит что делать и вот для этого у каждого караванера должна быть волшебная коробочка где заготовлены должны быть все коннекторы на все случаи жизни у меня ни один ролик был где я показывал рассказывал что именно в наборе должно быть ну смотрите значит допустим у вас вот такое вот резьбовое соединение один кран и такое резьбовое соединение мы накрутили да и у нас получился коннектор все мы можем подсоединить значит дальше у нас вот вот такое вот резьбовое соединение вот мы накрутили чуть поменьше и у нас получился вот такой коннектор который мы тоже можем соединить да или у нас вообще труба торчит значит тогда мы что делаем мы мы воткнули это дело только напор должен быть в этом случае не сильно иначе вырвет вот и здесь вот зажали универсальное и подсоединили все ну давайте подсоединить вот к этому коннектору да он так более надежный и пойдем чистить магистраль для того чтобы почистить магистраль нужно нам открыть обязательно вот этот вот кран клапан черной воды только клапан черной воды обязательно с подключенным гофрированным шлангом чтобы вот вот эта вода выходила туда куда нам надо а не под автодом и вот смотрите как хорошо американцы продумали вот 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 приблизительно так у нас работает система очистки видите мы ну вот мы эту воду видим потому что у нас вот гофрированного шланга нет вот но вот таким вот образом чистится магистраль слива черной воды теперь нам нужно залить просто флеш воду что мы делаем мы отключаем этот коннектор до подсоединяем сюда и открываем воду открывай андрей пошла да все вот таким образом мы заполняем бак чистой воды бак чистой воды 140 литров заполняется он через горловину через вот такой вот но тут еще одна фишка есть интересно в этом автодоме которая отличает систему водоснабжения американскую от европейской допустим вы приехали в кемпинг в какой-то в европейский а у вас есть вот это вот чистая вода до под давлением зачем нам использовать свой бак бак мы можем залить и оставить его не трогать да вот мы можем включить так называемую сетевую воду и вот здесь в европейских прицепов автодомах есть тоже сетевая вода специальный вход для сетевой воды где вода поддается под давлением она как бы есть всегда ее не нужно доливать да но там европейских автодомах и прицепах сначала вода заливается в основной бак а из основного бака она под давлением подается к потребителям к обычным кранам а здесь сетевая вода не поступает в основной бак она сразу идет в магистраль и вот сейчас я вам покажу как это происходит а потом зайдем в автодом и я вам расскажу для чего это нужно вот мы подсоединили андрей включай ну в принципе собственно говоря только не сильно на половину на и на одну треть андрей ну вот мы не до конца мы закрутили да вот вот вода пошла ну чуть-чуть она протекает по что напор очень напор напор очень сильный в данный момент времени и все краны в автодоме закрыты никто не купается не моется не моет посуду и поэтому давление здесь большое немножко протекает но в принципе тут потянуть и ничего не будет но почему американцы сделали это не через большой бак а напрямую я вам сейчас расскажу вот обратите внимание у нас бак с питьевой водой полный заполненный полностью мы включаем а ничего нет да дело в том что в американских автодомах и прицепах стоит один большой водяной насос который создает давление во всей магистрали водоснабжения то есть магистраль водоснабжения должна всегда находиться под давлением вне зависимости от того пользуемся мы водой или не пользуемся поэтому чтобы вода пошла нужно поставить эту магистраль под давление то есть включить насос включите пожалуйста мне насос все мы включили насос вода начинает подаваться в магистраль магистраль становится под давление и вода пошла все так так везде она есть европейских прицепов прошу внимание немножко не так в европейских прицепах а вот этот вот насос он стоит в баке внутри и включается только тогда когда мы открываем какой-то кран в каждом кране стоит микро выключатель то есть система водоснабжения под давлением в европейских прицепах и автодомах находится только тогда когда открыт один из кранов конечно в некоторых мне могут возразить вот в некоторых единичных случаях в кукой в хюмерах там где-то есть американская система но на 95 процентов даже на 99 процентов в европе насос включается только тогда когда мы включаем кран когда мы вы когда мы выключаем кран система перестает нах система сразу же давление падает в этой системе то есть давление нет для чего это нужно для чего американцы сделали так а вот европейцы начали сейчас потихонечку медленно нудно но переходить на эту систему но скорее всего они будут переходить очень долго значит дело в том что в этих автодомах очень легко установить стиральную машину очень легко установить посудомоечную машину объем позволяет но посудомоечной стиральной машине которые работают по специальным программам вот моет посуду или стирает белье по специальной программе в определенные моменты времени открывается кран и туда должна попасть вода то есть другими словами компьютер стиральной машины не соединен с компьютером автодома компьютер автодома не знает когда стиральной машине нужно нужно давление поэтому инженеры решили просто всю систему поставить под давление вне зависимости от того пользуетесь вы данный момент водой или не пользуетесь и тогда когда работает стиральная или посудомоечная машина и ей понадобилось в эту секунду давления открылся кран в нее сразу же пошла вода а в европейской системе когда система под давление становится только в тот момент когда мы открываем кран это невозможно но я надеюсь что люди которые хотели меня понять они меня поняли инженеры тоже меня поняли вот так работает система теперь давайте пойдем сделаем все то же самое на европейском прицепе чтобы вы посмотрели отличие это прицеп хобби престиж 720 к w fu только что мы показывали вам автодом американский там объем бака черной воды составляет 140 литров здесь объем кассеты биотуалета всего 20 литров поэтому если вы приехали в кемпинг допустим на неделю или на две а вас прицепе находится четыре человека то хотите вы или не хотите на всю неделю или на все две недели вам этой кассеты биотуалета не хватит значит если мы там могли перед въездом в кемпинг нажать на рычаг слить воду до затем все это промыть то чистого ба то пустого бака 140 литров вам хватит ну на неделю на две точно да здесь нет здесь приходится выносить поэтому значит если у нас заполнил заполнилась кассета биотуалета мы берем ее в руки ну там внутри обычная вода в данный момент времени да мы берем ее в руки и относим в какой-то туалет этому уже здесь делаем руками рычагом не получится но так как у нас там обычная вода я не хочу далеко уносить а вот у нас септик до и вот таким вот образом мы и и валевая ну а мыть как американские баки конечно же не получится да придется эту кассету брать как бутылку большую бутылку да куда наливать и сливать то есть налил слил налил слил и вот таким простым дедовским способом чистится в кассета биотуалета европейского прицепа вот но но это конечно же недостаток да то есть там 140 литров тут 20 там почистить магистраль можно нажатием на одну кнопку а тут нужно таскать эту кассету биотуалета но зато у прицепа есть большое преимущество вот этот вот бак если в прицепе закончилась вода нам не нужно вместе со всем прицепом ехать какому-то источнику воды вот этот бак находится в тягаче мы на тягаче съездили за водой на какой там автомойку до залили воды и с помощью вот этого бочкового насоса керхера да мы вылили воду в прицеп и таким образом у нас заправка водой прицепа скажем так немножко легче чем в автодоме потому что за водой нужно ехать вместе со всем автодомом а в прицепе за водой достаточно съездить на тягаче ну а минус то что тут кассеты биотуалета хватает на две недели потому что бак 140 литров а там всего 20 литров хочешь не хочешь но раз два дня нужно ее выносить но это несложно но такая процедура должна быть итак 10 июля все на море с прицепами дачами с автодомами дом в дорогу 10 послезавтра даже не послезавтра дом в дорогу завтра выезжает на море снимать кино о том как отдыхают караванеры так что подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт дом в дорогу и смотрите о том как мы отдыхаем и мы вас приглашаем нашу компанию компанию караванеров сайт дом в дорогу точка ру с 20 по 30 августа 20 года релакс караванинг крым дом в дорогу приглашает вас совместное путешествие в самое лучшее место в мире для отдыха с автодомами и прицепами здесь можно поставить свой дом на колесах прямо на пляже утром проснуться в свои постели и сразу плюхнуться в воду огромное количество экскурсий ливадийский воронцовский дворцы самая большая в мире канатная дорога на плато и петре легендарный севастополь ялта ласточкино гнездо отдых пляж море история своей страны приглашаем вас караванинг крым с 20 по 30 августа только для клиентов компании дом в дорогу подробности на сайте дом в дорогу точка ру дом в дорогу точка ру